Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами продолжаем цикл наших бесед, посвященных празднованию преображения Господа нашего Иисуса Христа, в дни которого мы и с вами их совершаем. Поэтому уместно опять и опять возвращаться к тому, что составляет собой тему и внутренний смысл этого праздника. Но сегодня мы с вами поговорим именно о том месте, где совершилось вот это чудо преображения. И современная церковная традиция связывает ее с горой Фавор. Ну, надо сказать, что она, конечно, не современная, она очень древняя эта традиция. И вообще Фавор, он появляется на страницах Священного Писания достаточно рано, уже в книге Иисуса Навина, где говорится, что Фавор относится к пределам Завулона, одного из колен, 12-ти колен Израиля. А в следующий раз эта гора является перед нами в своем величии, уже таком боевом, в своем величии воинской славы, в событиях, которые относятся, ну, где-то к концу уже 12-го столетия до Рождества Христова. И связаны эти события с борьбой Израиля за свою независимость, которую он вел на протяжении многих лет, и от филистимлян, и от своих соседей ханаанских народов, ханаанских государств, которые ему не удалось истребить, уничтожить сразу же в ходе той реконкисты, которая велась под руководством Иисуса Навина. Вот одно из этих ханаанских государств, языческих, лежавших на севере, в какой-то момент чрезвычайно усилилось. Это было государство, столицей которого, ну, давшей название всему государству, был город, который в нашем переводе Библии называется Ассор. А сейчас это место, которое известно как Тель-Ацсор, Тель-Хазор. Это город, который лежит уже практически, ну, совсем недалеко от подножия Ермона. Сейчас, в общем-то, на самом уже севере страны, сейчас его можно посетить. Он раскопан, а знаменитый дворец царя этого некогда могущественного и славного государства, которого звали Иовин или Иовим, можно видеть и сейчас. Ну, так напоминает небольшой скромный особнячок какого-нибудь современного миллионерчика средней руки. Но по тем временам весьма такое фундаментальное и впечатляющее было сооружение. Археологи нынешнего времени его раскопали. Вот военачальник этого царя Иовина, отличавшийся жестокостью, грубостью и превозношением, некий Сесара, под рукой у которого было тысяча практически колесниц железных, при помощи которых он терроризировал не имеющих железа и не умевших строить колесницы евреев, он сделал свою базу город Скифополь, древний Бетшан, библейский Вифсан, и оттуда наводил террор и ужас на всю остальную плодородную часть Нижней Галилеи, загоняя евреев в пустыне и в горы Ефрема, где, конечно, было уже совсем не столь удобно вести какое-то хозяйство. И вот в какой-то момент представители «Двенадцати колен» решили объединиться и дать общий отпор этому самому Иовиму и его тщеславному и жестокому полководцу Сесаре. Для того, чтобы возглавить это начинание, они пригласили полководца по имени Варак. Нам сейчас это имя тоже, так сказать, достаточно хорошо известно, оно у нас на слуху, и если бы недавний и первый чернокожий президент Соединенных Штатов Барак Обама, который принял это имя при переходе из ислама в протестантизм, был все-таки православным, то мы бы звали его Варак, а так он Барак. Но, как бы то ни было, вот такое, по крайней мере, для нас на слуху содержащаяся отсылку содержит Священное Писание вот в этом имени, которое носил древний полководец, славный полководец войск Израилевых. Ну, и тому нужна была поддержка в виде духовного авторитета пророчицы Деворы, к которой он обращается и которая утверждает его перед грядущей битвой. Но враг со своими железными колесницами был настолько грозен, настолько силен, настолько привычно, обращал в бегство слабо вооруженные, хрупким бронзовым оружием израильские полки, и что варак все равно смущался в своем сердце, боялся выйти на это противостояние. Но и уговаривал Девору присоединиться к его войскам, говоря, что он пойдет на эту битву, только если Девора сама будет сопровождать его. В ответ на это маловерие и малодушие израильского вождя Девора предрекла ему, что за это Господь отнимет от него славу, победу на Сесаре и передаст ее в руки женщины. Так и произошло. Но перед этим израильская армия сумела таки разбить непобедимые железные колесницы Ханаана. Произошло это таким образом. Часть израильтян, выстроившаяся для битвы на плоской Сдрелонской долине, обратилась в такое притворное бегство и увлекла за собою железные колесницы, которые, почував, так сказать, вкус привычной им победы, ринулись вслед за убегающими израильтянами и оказались прямо у подножия крутых склонов горы Фавор. А эта гора, хоть и не очень высока, как мы говорили, 588 метров над уровнем моря, тем не менее отличается очень такими крутыми склонами, которые все были заполнены израильским ополчением. И вот здесь грозное такое оружие, прообраз современных бронетанковых сил, эти железные колесницы Ханаана оказались совершенно бесполезны, поскольку оружие это может быть грозным именно на ровном пространстве, где она разгоняется и несется с такой силой, скоростью, что сшибает, сносит все, что стоит у нее на пути. А здесь, ну где ты разгодишься по этим крутым склонам Фавора. Колесницы сбились в кучу, уткнулись в неприступную для них крутизну фаворских склонов, а оттуда на них с криками и потрясая оружием обрушились как раз таки с ветерком бежавшие с этих склонов с ускорением войска Израиля, которые, в общем-то, достаточно быстро уничтожили всю основную воинскую силу Хананской, этой Ассорской державы. Так что Сесары вынуждены были развернуть свою колесницу, гнать ее, аж до самого кормила, потом бросить ее и бежать в горы, ища для себя укрытия. Здесь он попадает в шатер некого Хевера, и его жена Иаиль в отсутствии хозяина дома принимает беглого военачальника, угощает его, кладет его совершенно изможденного спать у себя в шатре, прикрывает там ковриком каким-то, обещая скрыть от преследователей, а сама привычно рукою берет столбик, которым она приглаждала свои шатры к земле, берет молот для той же цели служащей, и прибивает висок гордого военачальника к земле, и в таком виде уже передает ее преследующим войскам дизраильтян. И вот таким образом действительно сбывается слово пророчицы Деворы, и Грозный Сесара оказывается предан Богом в руки женщины, как и слава той победы, которая должна была попасть в руки Варака. Вот такое очень яркое упоминание горы Фавор, которое содержится в Священном Писании, но, надо сказать, это не последняя, не единственная битва, которая произошла на Фаворе, здесь совершались битвы и в те времена, когда эллинистическая Сирия боролась за господство над Ближним Востоком с эллинистическим же Египтом в третьем столетии до Рождества Христова. Здесь же в свое время Иосиф Флавий, знаменитый составитель войны иудейских древностей, в течение 40 дней возводит укрепления для того, чтобы противостоять римлянам во время борьбы за Галилею в 67-м году, но здесь евреям уже не сопутствует та же удача, как когда-то их предкам, и римский начальник Плациды или Плакиды выманивает их из этой крепости и разбивает уже на пределах, лежащий внизу, окружающий со всех сторон фавор долины Израиль. И последняя, наверное, такая знаменитая, но, правда, может быть, не столь широко многим известная сейчас битва произошла здесь в апреле 1799 года между турецкими войсками и войсками Наполеона. Надо сказать, что битва-то была удачна, турки пытались помешать Наполеону во время его египетско-палестинского похода блокировать город Ака, главный порт Средиземноморского побережья Палестины, пытались ударить его войскам в фланг, но Наполеон, совершив маневр, сумел разгромить превосходившие его численностью турецкие войска и одержал очередную свою победу в той самой кампании египетской, в которой он пытался завоевать Индию и другие британские колонии, таким образом лишить владычицу Марии ее могущества, но которую потерпела столь сокрушительную неудачу и обернулась для Наполеона потерей всей его армии. Интересно, что за этот поход современники называли Наполеона гением, за саму идею этого похода, в то время как русского императора Павла, который предложил плохую же совершенно экспедицию, но правда с другой стороны через Среднюю Азию вторгнуться в Индию, почему-то назвали безумцем и поспешили убить в 1801 году. Но это уже исторические детали, имеющие такое относительное уже касательство к горе Фавор. Нас с вами больше, конечно, интересует история ее почитания в христианском мире, в христианской традиции. И надо сказать, что эта история была не столь уж однозначной. Дело в том, что поскольку в Евангелии гора Преображения нигде не названа по своему имени, называется просто горою, то в первые ранние времена христианства существовали совершенно разные взгляды на то, каким именно местом была эта самая гора. Целый ряд святых отцов либо вообще уклонялся от возможности как-то обозначить эту гору как знаменитый Евсевий Кесарийский. Некоторые считали с, в общем-то, имеющимися для этого основаниями, что Преображение произошло на одной из вершин Ермона, поскольку действительно описание Преображения следует в последовательности его евангельских событий буквально в скорости через несколько дней после тех событий, которые происходили в Кесарии Филипповой, то есть у подножия, у самого подножия в предгорьях горы Ермон, что вызывало мысли о том, что, безусловно, Ермон и одна из его многочисленных вершин как раз-таки являлась местом Преображения Спасителя, тем более, что вообще Ермон и отдельные его вершины имели давнюю традицию почитания как таких гор священных, и на них совершилось довольно много таких значимых и священных событий. По мнению Бордозского Путника, относящегося к началу IV века, горой Преображения вообще являлась гора Илеонская, Масличная гора, то, откуда совершилось Вознесение Господне. Эту же гору, лежащую буквально в нескольких шагах от Иерусалима, Бордозский Путник почитал как раз-таки как место и Преображение Господне. Поэтому мы видим, что была такая разница традиций первоначально в Православной Церкви, которая сохранялась до середины конца IV века. Есть один латинский памятник, который говорит о том, что в 326 году святая равноапостная царица Елена построила первую Церковь в честь Преображения на вершине горы Фавор. Но это, конечно, довольно сомнительно, и памятник этот достаточно поздний, и в нем вообще указывается порядка 50 мест, где святая Елена построила церкви. Ну, в общем, это, конечно, вызывает определенные сомнения, учитывая то, что, в противном случае, едва-либо святые отцы разделились во мнениях относительно того, где было действительно место преображения вплоть до 348 года, когда святитель Кирилл Иерусалимский, знаменитый своими огласительными словами, из которых мы очень много узнаем о жизни Иерусалимской Церкви 4 века, не осветил именно гору Фавор как место преображения Господа нашего Иисуса Христа Христа и сделал ее вот именно традиционным местом совершения празднования в честь преображения, которое тоже тогда вот постепенно вошло в круг складывавшихся двенадцатых, то есть особых двенадцати праздников. Постепенно начинается паломничество на Святую Гору. В шестом веке паломник Антонин испеченцы уже встречают здесь первые монастыри точно так же как и просветитель Германии епископ Вилибальд, который в начале восьмого века также посещает Фаворскую гору и оставляет воспоминания о ней. Для этих византийских паломников по всей вероятности во времена императора Маврикия была сделана особая каменная лестница, которая вела от подножия горы к самой ее вершине к месту преображения и насчитывала по преданию 4430 ступеней. Следы этой каменной лестницы до сих пор можно видеть на склонах Фавора, но сохранилась она только такими фрагментами, кусками, но когда-то облегчала подъем на гору для приходивших туда многочисленных паломников. В IX веке там уже точно существовал православный монастырь со всей определенностью, а в конце XI, в начале XII века этот монастырь стал монастырем католическим. Там было учреждено братство Бенедиктинского ордена, и в основном подвязались там немецкие монахи, которые в 1113 году были вырезаны во время внезапного рейда нападения турок-сельджуков. Неподалеку от этой обители католической, которая была вновь воссоздана, поселились и православные греки, основавшие монастырь в честь святого пророка Ильи. А между двумя этими обителями крестоносцы устроили еще один небольшой монастырь, который посвятили святому праведному Мехиседеку царю Салимскому. Почему-то крестоносцам пришла в голову такая странная идея, что святой правотец Авраам, когда ринулся в погоню за коалицией из пяти царей, разоривших, лежавшие в долине Ордана города и захватившие в том числе его племянник Алота со всем имуществом, что он преследовал их до горы Фавор, где разбил, а уже на самом Фаворе его встретил царь Мехиседек с вот этим знаменитым подношением ему хлеба и вина и, так сказать, помазал его елеем. Вот отчего-то возникла такая в период эпохи крестоносцев легенда о том, что это происходило именно на Фаворе. Поэтому в честь Мехиседека был устроен еще и третий монастырь. И теперь паломники, которые посещают Фаворскую гору, на самом деле могут посетить все эти три монастыря, два из которых действующие, ну, а третий, в общем, сохраняется в виде таких живописных развалин, как раз монастырь в честь святого Мехиседека. Он находится прямо на развилке, где расходятся два пути перед вершиной, один из которых ведет к католической обители, а другой приводит к православному монастырю. Католический монастырь Бендиктинский был укреплен, между ним и православной обители по преданию даже существовал подземный ход для того, чтобы православные монахи в случае какого-то разбойнического нападения могли воспользоваться им и укрыться за намного более крепкими и мощными стенами соседнего католического монастыря. В этом отношении вероисповедные разногласия не доходили между ними настолько, чтобы католики желали своим православным собратьям гибели от рук разбойников. Но, тем не менее, бедствия не обошли собой Фаворскую гору и гарнизон воинский и монашеский, который держался здесь после того, как в 1187 году знаменитый Салахаддин захватывает Галилею и вообще все, собственно, королевство Иерусалимское. Некоторое время гарнизон здесь держит осаду, но потом впоследствии вынужден уйти, будучи с честью отпущен отсюда Салахаддином. Его брат и племянник укрепляют стены монастырской крепости, создают здесь великолепную такую крепость с 12 башней, от которых сейчас сохранились только въездные врата, которые очень так апоэтично называются воротами ветра. Эту крепость собственно разрушили те же самые тюрки, сельджуки, которые ее и построили, но сделали они это уже после того, как в 1217 году крепость выдержала осаду во время Пятого Крестового похода и отбила все атаки тефтонских рыцарей, тефтонцев и войск венгерского короля Андрея, которые пытались захватить Фаворскую гору и вернуть ее католической церкви. после окончания крестовых походов Фаворская гора и разрушенная крепость на ней оказались на очень долгое время заброшены, пока в них вновь не возродилась монашеская жизнь, но произошло это уже в XIX веке, спустя века после того, как монашство закончило свое процветание в византийскую эру и его остатки не покинули гору преображения с концом эпохи крестоносов. Католикам удается формально вернуться на Фавор в начале XVII века. В 1620 году они выкупают место принадлежавшего им разрушенного монастыря на традиционном месте, почитавшемся как раз, как и место преображения Господа нашего Иисуса Христа на вершине Фавора, пользуясь своими добрыми отношениями с тогда практически уже ставшим на какое-то время независимым правителем Сирии и Палестины друзом Фахардидом. В 1620 году они выкупают у него вершину Фаворской горы и формально за подписью турецкого салтана вступают во владение ею. Но, однако, не имеют возможности туда перебраться и поселиться, там устроить монастырь, поскольку окрестные племена бедуинов, которые заселяют и захватывают собой и склоны горы Фавор, и все лежащие рядом окрестностей, делают монашескую жизнь на уединенном Фаворе, мягко говоря, затруднительной, если не сказать невозможной. Поэтому, прежде чем католики сумели приступить уже в XIX веке к возрождению своей обители, была возрождена обитель православная, и заслуга в этом принадлежит нашему соотечественнику старцу Иринарху, который был по происхождению славянином, хотя родился и жил в Молдавии и являлся учеником знаменитого преподобного Паисия Величковского. Старец Иринарх, получив достойное афонское воспитание иноческое в одном монастыре преподобного Паисия, желает углубить свое монашеское преуспеяние, образование и для этой цели переселяется в знаменитую обитель преподобного Савва Священного в Палестине. Во время своих паломнических странствий, которые он предпринимает, живя в этой обители, он очень полюбил Фаворскую гору. Настолько она запечатлелась благодарна в сердце этого замечательного старца, что спустя какое-то время своего подвига в уединенной обители Святого Саввы, он переселяется в Назарет, поселяется там при греческой православной церкви, для того, чтобы иметь возможность как можно более часто приходить на Фавор, совершать там среди руин богослужения. А затем он и вообще переселяется и начинает вести такую отшельническую полностью, полное испытание опасности и жизнь в развальных монастыря Святого Милхиседека. Именно их он обживает в первую очередь. Небольшой пещерный храм приводит в порядок, обустраивает, начинает совершать там литургии, там же находится его скромная келя. И вот именно старцу иренарху удается найти подход, путь к сердцам окружающих его диких, в общем-то, полуязычников, полумусульман, бедуинов. Их предводитель Акил-Ага благодарный за исцеление старцем его сына оказывает ему такую милость и такое расположение, что старец может не только сам жить в уединении среди развалин Фаворского монастыря, но и приступает к восстановлению, к возрождению православной обители, которая когда-то носила имя Ильи пророка, существовавшей по соседству неподалеку от на тот момент уже принадлежавшей католикам исторической обители преображения Господня. Бедуины имеют такую веру к старцу, что не только не препятствуют ему в этом деле, но и по любому поводу обращаются к нему за благословением, случилось ли кому-то заболеть, заболел ли у кого-то ребенок, нужно ли просто обратиться к старцу за благословением на какое-то дело, они во множестве приходили к святому подвижнику и видели в нем подлинно такого святого праведного человека. Так что старец Ренарх сумел возвести стены обители, его ученики уже на пожертвование из России возвели клокольню, возвели тут прекрасный храм, который мы теперь видим, и в этом самом храме, представившийся в 1859 году, старец Ренарх был и погребен. Приехавший на освящение храма в 1862 году Иерусалимский патриарх был весьма недоволен тем, что русского старца похоронили в этой относившейся греческой церкви обители и даже покусился было удалить его тело из храма, на что Акила Ага, предводитель местных бедуинов, заявил, что он скорее выкинет отсюда Иерусалимского патриарха, чем позволит, чтобы куда-то дели тело почитаемого ими старца Иринарха. Иерусалимского теперь мы можем видеть на стене храма рядом с алтарем табличку, на которой на славянском и греческом языках написано, что здесь покоится старец архимандрит Иеринарх, возобновитель Святой Обители Преображения. К счастью, после старца Иеринарха монаршеская жизнь в этой Святой Обители практически не прерывается, не прекращается. Благодаря этому сейчас мы можем посещать этот чудный монастырь и поклоняться его святыням. Очень многое для возрождения этого монастыря сделал нынешний настоятель обители архимандрит Иларион и небольшое румынское сестричество, которое помогает ему в его трудах. Так, благодаря им храм был расписан великолепными совершенно росписями греческого художника Константина Цумакиса в такой манере, которая сочетает в себе византийский стиль и современные иконописные технологии. Поэтому храм сейчас выглядит невероятно красивым, нарядным, представляет себя просто одну из жемчужин православных святыни современной Палестины. В то же время паломники традиционно посещают и католическую обитель, которая также украшена другой архитектурной жемчужиной, прекрасным храмом в честь преображения Господа нашего Иисуса Христа, который построен как раз-таки над тем самым местом, которое традиция привыкла почитать и освещать как место этого великого события. Это подтверждается также и сохранившимися остатками византийских мозаик, византийского монастыря, который некогда был построен, византийского храма, который некогда был построен на этом месте. также в 20 веке католическое братство францисканское восстановило, раскопало и руины того бендиктинского монастыря, который лежал в основе их современной обители. А в 1922 году к сооружению великолепной базилики приступает Антонио Барлуци, гениальнейший, наверное, из всех архитекторов и католических 20 века, после, к сожалению, ухода которого католики начали городить какую-то невероятную модернистскую бескусицу на принадлежащих им святых местах, которая до сих пор, по моему убеждению, коробит просто и корежит взгляд современного православного традиционного паломника. Вот именно Антонио Барлуци с такой любовью, к византийскому стилю, к древности, к средневековой архитектуре. В 1924 году возводит это прекрасное сооружение, которое своими чертами как бы переносит нас в те времена, когда на этом месте стояла базилика, построенная, если не святой Еленой, то уж, по крайней мере, другими благочестивыми византийскими императорами и патриархами византийской иерусалимской церкви. Поэтому, в общем-то, достойны посещения, достойны того, чтобы поклониться святыне, праздника преображения и католическая обитель, и православная. И надо сказать, что местное рабоязычное христианское население не делает большой разницы между двумя этими монастырями зачастую и православные так называемые арабы, вернее арабоязычные христиане с охот отмечают католический праздник преображения, ну а уж значительное число православного арабоязычного населения собирается в ночь преображенскую на торжественную службу у стен православного монастыря и в общем-то можно сказать, что целый табор, целый палаточный городок вырастает в эти дни вокруг стен православной обители, ну правда конечно это такое чисто народное празднество, везде стоят мангалы, жарятся шашлыки и барбекю и в общем-то галилейские арабы видят это празднество скорее не в том, чтобы прийти на ночную службу и причаститься, а скорее в том, чтобы вот эти дни провести вместе со своей семьей традиционно, как их предки под вот этим звездным небом Фаворской горы, наполняя эту ночь ароматами и благоуханиями жаримого ими мяса. тем не менее, традиции это соблюдается ими свято из поколения в поколение, а православное действительно вот такое духовное присутствие получает свое благословение на Фаворской горе, как мы знаем, чудом схождения на нее облако, которое, как правило, сходит уже после литургии, перед наступлением рассвета в память того чудесного облака, которое осенило спасителя, беседующих с ним пророков и очевидцев этого события его учеников. К числу других вот таких знамений и святынь, которые также украшают собой православный монастырь Преображения относятся и совершенно удивительная икона с удивительной историей, которая сейчас хранится в главном храме Преображения Православного монастыря с левой стороны у первой же колонны, которая встречает вас при входе в храм. Если приглядеться к этой вставленной в кивот икоде, то можно увидеть, что это просто такое типографское, очень простое такое изображение, напоминающее вырезку из газеты, воспроизводящее икону Божьей Матери, иконография, которые на Руси имеют название «Неувидаемый цвет». Самое удивительное, что это и есть вкладка в газету. История, которая сопровождает появление на фаворской гаретой иконы, чудотворные, воистину удивительна. Дело в том, что в послевоенной Греции царила такая нищета после ограбления греков итальянскими оккупантами, что многие жители Греции и ее островов не имели никакой возможности даже приобрести сколько-нибудь приличную икону для своего дома. Для того, чтобы насытить вот этот вот голод, этот недостаток икон в домах православных греков, некоторые православные газеты стали печатать иконы просто на той же газетной бумаге и в качестве таких вот вкладышей влагать их в свои издания и бесплатно распространять таким образом среди верующих греков. И вот эту газетную вырезку за неимением ничего лучшего верующие греки размещали у себя в домах и молились на вот это такое простое черно-белое изображение на обычной газетной бумаге. Один из жителей греческих островов благочестивый человек очень хотел вот в своем благоговеренном почитании Святой Земли отправить туда какой-нибудь дар. Ему так хотелось, чтобы была на Святой Земле ну какая-то частица переданная им, чтобы там за него совершалась молитва. Ну поскольку ни денег, ни возможности поехать на Святую Землю или каким-то другим образом передать свой дар у него не было, то он взял вот эту обычную вырезку из газеты, вложил ее, положил ее в бутылку, туда же вложил письмо, в которое просил передать эту вырезку от его имени в какую-нибудь православную храм или обитель Святой Земли, запечатал эту бутылку печатью и бросил ее в море, помолившись при Святой Богородице для того, чтобы она сама управила пути этой святыни, которую он вручает ее руководительству. И совершенно удивительным дальше было развитие событий. Течение принесло эту бутылку с этим даром не куда-нибудь, а к побережью Средиземного моря, к городу Акка или Акра. И совершилось это, случилось это как раз в один из выходных дней, когда компания молодых арабов из Назарета приехала для того, чтобы провести свои выходные на морском побережье и всласть покупаться в море. Один из этих арабчат достал, купаясь в море, вдруг плавающую по волнам бутылку запечатан, увидел в ней какое-то послание, у него, естественно, разыгралось такое любопытство, может быть, это кто-то с какого-нибудь таинственного острова, какой-нибудь потерпевший крыблекрушение, моряк бросил эту бутылку, она уже давно носится по волнам, может быть, там пусть к какому-нибудь таинственному кладу, но поскольку лежащее в бутылке письмо было написано по-гречески, то ничего лучшего эти молодые православные арабы придумать, естественно, не смогли, кроме как в своем родном Назарете принести эту икону и это письмо Назаретскому митрополиту. Тот прочел это трогательное письмо и для того, чтобы исполнить волю дарителя, сначала поместил эту икону в церкви Назаретской митрополии в честь святого Георгия Попедоносца, но затем его посетила, видимо, внушенная Пресвятой Богородице мысль, и он принес эту вот простую, вырезанную из газеты икону в дар Фаворской обители. И вот здесь от этой столь простой, незатейливой, казалось бы, газетной иконы начали проистекать невероятные просто чудеса исцеления. Множество, сотни, тысячи людей получили просимое по молитве перед этой иконой, поскольку сердца их пришли в умиление от той истории, которая содержалась вот в этом письме, который также прикрепили и поместили рядом с новообретенной святыней Фаворской обители. И сейчас можно видеть огромное количество подвесов, которые постоянно обновляются перед этой иконой, изображающие то руку, то ногу, то сердце, то глаза, то ребенка. Это все свидетельства исцелений, которые получены по молитве перед этой святой чудотворной иконой. Это такой древний, давний, очень греческий обычай, когда в благодарность за совершенное исцеление изображение этого исцеленного органа делается на серебряной пластиночке и подвешивается к чудотворной иконе в качестве такого дара благодарения. У нас раньше на Руси подобный же обычай именовался подвесами или привесами к святой иконе. В свое время икона Святой Троицы как раз таки была украшена драгоценной ризой, сделанной из вот этих принесенных к ней даров. Вот и сейчас паломники, которые посещают Фаворскую икону, могут помолиться перед этим чудесным образом, с такой удивительной историей, поклониться, и так же, как когда-то сделал это и человек молитвами и верой, которого эта замечательная икона достигла святого Фавора. Звали его Гавриил, впоследствии в конце жизни он принял пострижение с именем Калиник и сподобился уже в таком пожилом возрасте преклонным посетить святую Фаворскую гору, оказаться в обители перед той самой иконой, которая когда-то была брошена ему в боря с такой несомненной верой о том, что она достигнет и найдет свое место на Святой Земле в одном из ее храмов. Итак, вот это святыня Фаворской горы. На самом деле это не единственное, что собой исчерпывает ее историю. Множество других еще замечательных мест содержится в окрестностях и памятных Святой Фаворской горы, но о нем даст Бог, мы как-то о них побеседуем, может быть, в какой-нибудь Бог даст другой случай празднования нами великого праздника преображения Господа нашего Иисуса Христа. Спаси Господи с праздником дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры